И мы сегодня здесь пригласили скорую помощь и профессионалов, которые способны протестировать работников кабинета министров и провести тест на ВИЧ, чтобы они понимали, в какой ситуации оказались украинцы. Любой желающий сегодня может пройти тест, но мы хотели бы, чтобы представители министерства и кабинета министров, в том числе премьер-министр Украины, сам просол тест на ВИЧ. Почему? На сегодняшний день каждый человек, который придет, сдаст тест на ВИЧ, оказывается в ситуации, что у врача не будет лекарств, которым его можно лечить дальше. Это финансовая политика кабинета министров сегодняшнего дня. Все эти люди в любом городе нашей страны, которые окажутся в такой ситуации, они не смогут эти лекарства купить ни в аптеке, ни на черном рынке. Это убийственная финансовая политика, и, к сожалению, жертвами этой политики являются простые украинцы. Мы сегодня обращаемся к кабинету министров, мало того, чтобы они тест на ВИЧ прошли, чтобы они пересмотрели финансирование программы лечения для ВИЧ-позитивных людей. 50% из этих людей, если они не получат лекарства, умрут до конца этого года. Подобные эксперименты кабинет министров может проводить на себе, но не на украинцах. Все, что мы от них требуем, это выполнить обещания и обязательства перед этими людьми. Если в Украине человек проходит тест на ВИЧ, ему сразу надо выдавать лекарства. Это 1 миллиард 400 миллиардов, которым кабинет министров может раз и навсегда остановить эпидемию СПИДа в Украине. И больше ни один человек даже не будет инфицироваться. Дети будут рождаться здоровыми. Но из года в год, из года в год, эта политика не меняется. И у нас на сегодняшний день нет логического ответа, почему себя так ведет Министерство финансов и премьер-министр Украины. Очевидно, что они не выйдут. И премьер-министр не выйдет. Во-первых, сложно знать правду о своем здоровье. И не хочется быть таким же, как все остальные люди. Здесь, в этой группе, находятся ВИЧ-позитивные люди, которые сами принимают антиретровирусную терапию. Так вот, в этом году их этой терапии лишат. В результате были за рукой финансовой политики. Сегодня заседание кабинета министров. Они могут просто простым банальным голосованием спасти 134 тысячи людей одновременно. И они все будут жить. Их дети не останутся сиротами. И они будут жить дальше, ходить на работу, получать образование. В случае, если эти люди не проголосуют и не примут это решение, единственный путь спасения – это уехать из Украины и получать эту терапию в другой стране, где она наверняка обеспечена. Рядом со мной стоят люди, которые напрямую работают с ВИЧ-позитивными людьми. Напрямую сталкиваются с ними и консультируют их, и дают им надежду жить дальше. И вы сейчас услышите, в какой же ситуации они сами оказались. Добрый день, меня зовут Юрий Войнолович. Я сам ВИЧ-позитивный. И получаю это лечение. И на сегодняшний день, если я не буду его получать, то я просто со временем умру и стану инвалидом нетрудоспособным. Я также работаю в киевском отделении всеукраинской сети ЛЖВ и консультирую людей, мотивирую их на то, чтобы они прошли тест на ВИЧ, да и говорю о том, что есть лечение. Но на самом деле, на сегодняшний день складывается такая ситуация, что наше правительство, тех людей, которые протестированы, обрекает на смерть, да. Я должен им потом буду объявить о том, что это просто-напросто приговор. И у меня есть люди, которые приходят, которые знают о статусе. И я им говорю, что по сегодняшним протоколам лечения вы можете получить это лечение, не стать инвалидом, приносить пользу своей семье, своему государству. Но они не получают этого лечения, потому что его просто-напросто нет. Потому что наше правительство не предусмотрело средства. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Татьяна Лановская. Я тоже живу в ВИЧ уже более 10 лет. Я принимаю эту антиретровирусную терапию. И для того, чтобы я могла работать, для того, чтобы я могла быть полноценным членом общества. И на сегодняшний день еще 74 тысячи таких же людей, которым необходимо уже сейчас начинать это лечение, для того, чтобы они могли работать, для того, чтобы они могли быть полноценными членами общества, для того, чтобы эпидемия остановилась. Потому что это лечение, это еще и профилактика, распространение новых случаев инфицирования ВИЧ. И плюс к этому человек, который... Это не только профилактика ВИЧ, это профилактика и других заболеваний, особенно опасные, как туберкулез. И на сегодняшний день уже 74 тысячи людей нуждаются в этом лечении. И эта цифра растет с каждым днем. Я прошу кабинет министров более серьезно отнестись к этой проблеме, потому что не может быть европейская цивилизованная страна с таким ростом уровня эпидемии ВИЧ-спида. Спасибо. Наш вывод такой, что главным разносчиком эпидемии СПИДа, туберкулеза и гепатита в Украине является кабинет министра. Но другого не существует ответа. В мире, в Украине доступны технологии, которые бы остановили бы эти эпидемии в этом году. Они доступны во всем мире, также в Украине. Все, что надо, это купить эти лекарства, выдать людям, они будут жить, эпидемия закончится. Но в течение 15 лет этого не делается. И в этом 2016 году в очередной раз кабинет министров принял решение профинансировать эти программы только на 30%. Если бы здесь сейчас был министр финансов, то, конечно, хотелось бы услышать ответы. Исходя из какой логики они приняли решение, что 70% людей должно умереть. Они такого решения не примут по своей семье, ни по своим близким, ни по членам кабинета министров. Но по нам они это решение приняли. И мы хотим получить какие-то ответы. В случае, если у них ответа нет, то надо выделить деньги и спасти этих людей. И остановить эпидемию спины. Мало того, зная такую близорукую политику в нашей стране, организация объединенных наций официально обратилась к премьер-министру Украины и к министру финансов. И предупредила еще 4 месяца назад. О том, что Украина дала обещание организации объединенных наций остановить эпидемию и пролечить 100% людей с этим заболеванием. Заведомо за 4 месяца, зная, что кабинет министров может забыть. К сожалению, даже влияние международных организаций не приводит к здравости поведения премьер-министра Украины, ну и состава кабинета министров. Мы надеемся, что активная позиция гражданского сектора заставить их думать о людях, а не только о себе. Потому что я думаю, что логистические службы кабинета министров не потеряли ни одной копейки. У них на столах сейчас не стоит просто вода из-под крана, а нормально. Они ездят на заправленных машинах. Им плевать, что люди не получают лекарства. Здесь у нас есть представитель кабинета министров, который готов... А, Дмитрий Шеремей, глава всеукраинской сети людей, живущих с ВИД-спидом. У нас здесь есть представитель кабинета министров, который передаст наше обращение премьер-министру Украины, что мы его ждали на тестирование на ВИЧ. Мы ждали министра финансов на тестирование на ВИЧ. Ну, по сути, всех остальных министров тоже. Во-первых, для того, чтобы они просто следили за своим здоровьем, да? И понимали, в какой ситуации оказались больные люди. Они нивелируют понятия тестирования, потому что, когда человек сдает тест, у него нет возможности лечиться дальше. Потому что у врача нет лекарств. Купить их нельзя в аптеке, их нельзя купить и на черном рынке. Представитель кабинета министров, по связям с общественностью, он где-то здесь. Нет, да, мы просили его протестироваться, но он как-то стесняется. Да, смотрите, стойте. Мы сейчас передадим свое требование премьер-министру Украины и всему кабинету министров. Они обязаны профинансировать программу лечения ВИЧ-позитивных людей в стопроцентном объеме, потому что в случае, если они этого не сделают, то 50% из этих людей не доживет до конца этого года. Мы хотим, чтобы они это знали заведомо сейчас, чтобы в конце этого года не делали вид, что они не были проинформированы. Все, что мы от них требуем, выполнить данное обещание, которое они давали, и купить лекарства для больных людей. Мы не требуем от них комфорта, нам не надо от них каких-то изысков, надо базовая программа лечения, которая спасет 74 тысячи этих людей. Пойду сейчас передам письмо. Да, наверное, смотрите. Смотрите. Вот, пожалуйста. Добрый день. Да. Но мы же тут официально передаем. А можно, ребята, назад? Сегодня заседание Кабинета Министров, и мы передаем им письмо, в котором требуем выполнить обещание и спасти 74 тысячи жизней в 2016 году. Причина этого обращения недофинансирование программы лечения на 70%. Всего 30% ресурсов выделил Кабинет Министров на закупку антиретровирусной терапии, что уничтожит большое количество людей. Они могут прямым голосованием принять решение на заседании Кабмина, перераспределить деньги таким образом, чтобы у кого-то убрать изыски, а людям купить базовую терапию спасения. И они могут пройти тест на ВИЧ. Я обовязково переставлю всю информацию в секретаре Кабмин, где опрацовано будет питание для того, чтобы Министерство финансов не смогу дать в соответствии. Ну, я прошу, я думаю, что все и так чуют. Кабминет Министров разглянется звенение в соответствии законодавства, обовязково министрам будет донесена соответствия, что информация требует переглянуть фресурование в сфере финансов. А примерно когда это решение может быть теоретически принято? Теоретически это зависит от министров, а я секретаря это зависит от того, демонстрируем информацию, и сегодня это института для реализации. сегодня видя секретарь кэдэем инистре это информация из посвят от вас я не секретарь, но в Кузьке это не секретарь. Я цель питания делаю своему керевнистику, я хотели бы не видеть в статье, в том числе, в официале, в том числе, 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 в том числе. В том числе, в том числе. Все документы, которые у нас там роду, подтвердили, что будет профинансировано 40%. Делали на вашу деньги? Да, 8. Нет, они говорили, что профинансируют. Да, ну, после голосования стало очевидно, что это очень не так. Да, нет, они есть ли какие-либо сюда пророчатся? А инфляция еще 50% от того, что было, тоже с ним. Это даже без инфляции, я сказал, просто вот мало будет. Смотрите, еще раз. В Украине проживает 134 тысячи вещь позитивных людей. Если мы их возьмем на лечение в 2016 году, в Украине будет официально остановлена эпидемия. Все, что надо, купить таблетки. В Украине лечится сейчас всего 60 тысяч. Но, к сожалению, в результате инфляции будет лечиться только 30. То есть общий дефицит больше 100 тысяч людей останется без лекарств в этом году. Вот такая страшная картина ожидает людей в течение 12 месяцев. Да, да, и те, которые принимали лекарства, останутся без лекарств. Ровно та же самая сумма, 250 миллионов, ее скопировали, вставили опять, и все больше ничего. Большое спасибо всем.